Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит стран. Я свободен, синий ветром на ровне. Всем привет, вы на канале Роман Гоу и вы попали на автопробег по России 10 тысяч километров. Я купил на Дальнем Востоке автомобиль Honda N-Wagon. Это K-Car 3 цилиндра, 660 кубиков. И путешествуя на нем, мы посмотрим с вами практически всю нашу страну. В прошлом видео я окунулся в Ледяное Японское море, как ритуал, и поехал навстречу Каспийскому. Но особенность этого путешествия, то что никаких временных ограничений нет. Буду заезжать абсолютно во все интересные места, все показывать вам. В те места, которые я знаю сам, а также в те, которые вы советуете мне в комментариях. Подпишись, чтобы ничего не пропустить. Ставь лайк, чтобы мне была радость не ехать. Ну и после просмотра видео, как всегда, жду тебя в комментариях. Вот с утра какая картина здесь, обстановка на природе. Рядом кто-то припортовался. Здесь дорогу делают. В общем, поехал я отсюда. А вот то место, куда мы с вами едем. Штыковские пруды. Арт-парк. Надеюсь, дождь кончится и там получится погулять. Здесь хотя бы вот есть асфальт нормальный. Сейчас можно будет выйти из машины, там все прибирать. А вот они и пруды. А вот он первый обитатель. Первый хозяин пруда. Привет. А где у него вторая лапа? Он что, на одной стоит? Билет входной сюда стоит 100 рублей. Запереживали такие, запереживали. Но они не убегают. Они не боятся. Это кто? Утята или гусята? Прикольные такие. Смотрите, ветер колышет вот эти растения. И там внутри вода колышется тоже. Эта крыша по ней не ходит. Эта лавка на ней сидит. Это стол за ним едят. Это стул, это стол. Амурский тигр. Номера интересные на этом грузовичке. 1500 в сутки стоит с палаткой пострелять. Ну, запах, ребята, не передать. Конечно, извиняйте. Да, классно. Спокойно, тихо. Только птицы что-то там верещат сами с собой. И на этом гамяке можно вечно качаться. Но пора отправляться дальше в путешествие. Купил сейчас воздушный фильтр на замену. На ИСТО решил не ехать менять. Буду сам делать. Это достаточно дефицитная вещь. Мало где он есть. Бывает, знаете, пробивают по номеру кузова, а он не подходит. Нужен именно вот такой с уголочком. Вот старый мой в каком состоянии. Хондовский оригинал. Вот знаменитый маяк владивостокский. Вон там куча народу фотаются. И такая коса, кстати, прикольная. Сейчас я по ней пойду. Проплывал здесь на пароме, видел этот маяк со стороны. Сейчас подойду вплотную. Дорога до маяка вот такая дикая. Вот он, мост в облаках отсюда видно. Люди вон развиваются, пешком туда идут. Вот такая коса замысловатая. Настало время попробовать морепродукты. Вот, смотрите. Каких-то штук набрал. Еще ни разу такого не пробовал. Даже не знаю, как есть, с чем это. Что-то в лимон макать и... Ну, типа суши. Такой вот вид здесь. Хорошего помаленьку. Попробовал морепродукты. Что такое гребешок. Первый раз. Вот, смотрите. Обычная Владивостокская улица. На четырех тысячах закарабкиваемся. Супра четкая. В общем, бросаю машину здесь. Как это делают все граждане. И отправляюсь на мыс Тобизино. Кстати, на этот мыс я решил отправиться по неоднократным советам из комментариев. Четыре километра, говорят, топать. Смотрите, какие здесь дороги. Я представляю, на каких тут джипах вообще нужно ездить. И мой кейкар тут вообще просто останется еще вон там на траве. Да, конечно, мусора тут дофига. Но есть и полезные вещи. Я вот только-только сюда зашел. Уже нашел тряпочку, которую буду с лобовика оттирать с надписью. Там вон перчатки лежат, но я уже купил. Здесь вон поплавок какой-то. Там вон лекарства, какие-то таблетки. Вроде все за собой убираем, но мусор почему-то копится. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Природа тут удивительная. И я бы сказал уникальная. Вот вроде нет солнца, вроде все затянуто. Жарит так просто. Вот реально. Камни там горячие. Ну не горячие, но теплые, так скажем. Зазвините аппарат какой стоит. Тойота Марк 2 На какой жирной резине. На новой. Офигенная вообще. В офигенном состоянии. Охренеть, он на механике. У него сидение просто водительское, даже как новое. Лобовик родной. А это вот современная Хонда. Кстати, ребят, пока я искал машину, я ездил здесь еще на острове Русский в Океанариум. Офигенно, мне понравилось. И видосы оттуда есть в моем инстаграме. Там отдельный архив истории собран. Прямо называется Океанариум. Ну блин, реально классно. Либо заезжайте, либо можете посмотреть у меня хотя бы на страничке. Для начала. Наша постоянная рубрика по вашим комментариям. Во-первых, хочу всем сказать огромное спасибо за слова поддержки, за респектоз. Все читаю. Вообще, позитив, он всегда важен. Он прям бодрит меня в пути. Самый частый вопрос, типа, как ты, почему ты не на работе. Ребят, я безработный. Если вам интересно, то могу вкратце рассказать. Начал работать я вообще лет где-то с 16. Работал в колледже, в компьютерном классе, там же где учился. Стоял с преподавателями в очереди за зарплатой. Параллельно занимался компьютерным железом. То есть покупал бэушные запчасти, собирал в компьютеры и продавал. Очень вообще веселое было время, как я убегал в электричке с двумя корпусами АТшными. Вообще, такой ржач был. И, кстати, неплохо тогда зарабатывал. Ну, чтобы вы понимали, там 2000 год, там 2001, там мог 30 с легкостью вообще заработать. Учитывая то, что я еще учился до трех часов каждый день. Потом пару лет в армии, устроился на работу, на такую уже, на постоянный график. Больше двух лет там проработал. И как-то я начал понимать, что не заработаешь так денег. Время уходит много. Каждый день с понедельника по пятницу, с 9 до 6 я там сидел. Каждый день я молился на эту пятницу. Как по радио там говорят, четверг это маленькая пятница, там среда это маленький четверг и так далее. И как раз был жесткий кризис. Я решил уволиться. Пригнал тачку из Москвы. И 4 месяца долго-долго ее продавал. И в итоге, когда я ее продал, я заработал те же деньги, если бы все 4 месяца я сидел в офисе, не вылазя. В итоге лет 10 где-то я перегонял машины из западной части страны. Приезжали, прилетал в Москву. А там хоть Архангельс, хоть Брянс, хоть Котлас, хоть вообще, хоть куда. И некоторые из этих перегонов есть у меня на канале. Ну а сейчас я счастливый перекуп на пенсии. Я понял, что всех денег не заработаешь. И, конечно, сейчас я мог сидеть так же в Новосибирске, в гараже, там что-то шаманить машину, чистить ее, драить, продавать, покупать. Но я понял, что от количества денег на счету мое как бы самочувствие, оно не улучшается. То есть заработал больше, ну стало денег больше, ну и что с этого. С собой как бы в могилу эти деньги все не заберешь. Поэтому я решил путешествовать. Я решил выйти на пенсию. К сожалению, у нас, да и во многих там других странах не очень развита финансовая грамотность, которую нужно развивать прям с детских лет, с детского возраста. И я хочу с вами поделиться несколькими книгами, которые я даже не читал, которые я прослушал. Очень крутые книги, написанные простейшим языком, без всяких супертерминов. И когда я слушал, я понимал, что где-то половина принципов я уже и так соблюдаю, как-то на интуитивном уровне. Но также подчеркнул для себя очень много полезной информации. Если хоть одному из вас эти книги реально как-то помогут по жизни, ну уже это видео, значит, сделано не зря. Вот так вот на память, что я прослушал за прошедший год. Самый богатый человек в Вавилоне. Это книга для детей вообще, вообще, которая о ребенке, и она для детей. Эта книга, но она офигенная, просто вы охренеете, если вы ее прочитаете или прослушаете. Называется «Мани» или «Азбука денег». Роберт Киосаки, получается, у нас «Богатый папа, бедный папа». Офигенная книга, очень популярная, но у нее есть продолжение, менее популярное, но там прям чуть ли не написано, знаете, куда идти, по какому адресу. Называется «Квадрант денежного потока». Эта книга абсолютно простые, простым языком написаны, они легко слушаются. Я советую вам всех их прочитать. Укажу их в описании на всякий случай. Ну, это, разумеется, никакая не реклама. Я слушал с Телеграма, с каких-то пустых каналов, ну, кто-то выложил просто. И если они там еще остались, я кину еще и ссылки. Это не какая-то там инфо-цыганщина, там, успешный успех, там, что-то типа такого. Это реальные жизненные книги. Ну, всем советую реально прочитать. Конкретно мои какие-то цифры или факты, ну, я думаю, вам мало будут полезны. Потому что все мы люди, все мы разные, по-разному относимся к тем или иным вещам. Итак, ребята, о покупках в дорогу. Смотрите, что я купил. Москитная сеточка 160 рублей. Маркер белый. Ну, и даже и черный есть. Потом расскажу, для чего он нужен. На всякий случай взял ключ на 10 комбинированный и отвертку. Пластырь – это кромку стекла обклеивать черную. Ну, и вот самое главное – это защитная паста. И смотрите, тут же отвертку я купил, тут же она мне пригодилась. Вот видите, отверстие здесь есть вентиляционное. А видите, здесь заглушки. Здесь, похоже, можно также открыть, ну, типа, как бы на лето это, наверное, предусмотрено. И здесь вот под отвертку как раз плашку. Надо сейчас ее как-то снять, попробовать подобраться. Надеюсь, у меня получится. Но, к сожалению, к дальним вот этим болтикам никак не добраться мне. Видите, тут надо трещоткой, наверное, битой. Ну, такой набор инструментов я не могу себе позволить, просто чтобы ее снять. В общем, москидку тоже особо не понимаю, как здесь закрепить грамотно. Также пришло время отклеить вот эти замечательные наклеечки. Блин, что-то они как-то плохо. Все снял. И с этой стороны нужно удалить сейчас все эти надписи на лобовике. Для этого я купил жидкость для снятия лака. Ну вот, лобовик чистенький. Набрал, смотрите, орехов. Это смесь. Это финики. Чернослив. Кишью жареное. И все. Сейчас прокачусь минут 10 по трассе. И пока не стемнело, надо успевать шпаклевать. Ну что, приступим? Слой можно класть до 3 миллиметров. По стандарту, по ГОСТу. 5 килограмм ведро взял. С запасом. Дело принимает неожиданный оборот. Я вот думаю, получится сюда шпаклевать. О, а почему нет? Нормально получается. Сеточку. Интересно, будет держаться эта конструкция? Побольше берем слой. И все четко будет. Ребят, мажу специально вечером, чтобы за ночь успело все это просохнуть нормально. Не на солнце. И дождя как бы не будет. И схватиться, в общем, до утра, чтобы успело нормально. А так процесс идет. Аккуратно стараюсь. Щели не забивать никуда ее. К сожалению, уже стемнело. Полноценно сейчас показать не могу. Но с утра все засниму. Но хотя для вас это на счет раз, два, три. Ну вот уже и утро следующего дня. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая вот, смотрите, поверхность получилась. Лепнина. Не знаю, говорят, надо толстым слоем намазывать. Чем толще, тем лучше. Но я намазал, не знаю, наверное, 2-3 миллиметра. Вот так получилось вмуровать сюда сеточку. В принципе, ну, выглядит вполне достойно. Значит, данная паста, она с омолаживающим эффектом. Когда я приеду, когда я буду снимать ее, значит, красочное покрытие, вот это, где нанесена эта паста, должно помолодеть на 2, минимум на 2 года. Но это все обещания производителя, конечно, не знаю, что там получится на самом деле. И вообще, что получится, как это покрытие поведет себя в эксплуатации, и как оно будет сниматься, смотрите в моем блоге. Но если вы думаете, что на этом защита автомобиля кончилась, то вы ошибаетесь. Вот у меня еще есть два девайса. И первый из них лейкопластырь. 5 сантиметров и длиной 5 метров. Сейчас мы будем им залеплять проблемные места стекла, вот эти черные полосы. Потому что если там получается скол, туда попадает камень, это жесть. Это стекло, можно сказать, на выброс. А если попадет в прозрачную часть, то просто залепляем от грязи, сразу же, максимально быстро залепляем от грязи. И потом вам сделают мастера так, что даже вы и не увидите. Стекло я, конечно же, полностью отмыл, отполировал перед нанесением пластыря. Снизу, наверное, не буду, потому что здесь дворники и лозят. Что сказать про покрытие вообще? Давайте я его сейчас потрогаю, так скажем, тактильное ощущение. Знаете, когда обычной шпаклевкой работаешь, которую разводить надо с водой, и остается чуть-чуть, выкидываешь там из ведра, и она потом застывает просто в камень. Ну просто, или даже шпатель, инструментом надо очистить. Когда она высохла, это просто жесть. Вот тут у меня такое ощущение, она такая... Здесь влажность, блин, огромная. Как будто она мягковатая, помягче она такая, знаете, вот она продавливается. То есть не до конца высохла. Ну и финишная, финишная уже процедура. У нас, значит, есть вот такой вот состав. Это для стекла защитное покрытие, там антидождь, типа такого. Это вещь японская, суперкрутая. Мне ее подарил Саня, подписчик. Вы видели его на покупке машины. Саня, большое спасибо, значит, сейчас я использую этот девайс. По запаху спиртовой такой состав, там спирт присутствует.